Здравствуйте, меня зовут Евгений Бурый, я являюсь сооснователем Ассоциации Белорусского Бизнеса за рубежом АББА. Думаю, многие помнят нашу главную рекомендацию после начала войны, что пришел момент фиксировать убытки и выводить бизнес из зоны контроля двух диктаторов. Многие смогли это сделать. Мы активно помогали всем, кому нужна была поддержка при переносе или открытии бизнеса в ЕС. Не у всех процесс прошел легко. Кто-то вышел с потерями и столкнулся с трудностями на новом месте. Но они приобрели главное – свободу, безопасность и предсказуемость правил игры, что невозможно при продолжении работы в современной Беларуси. Несмотря на события, данные последних исследований показывают, что среди многих тех бизнесменов, кто остался, растет позитивное восприятие и ожидание отведения бизнеса. Но это ложное и ошибочное впечатление. Мы связываем это с тем, что первые ожидания катастрофы оказались не настолько критическими, война оказалась не смертельной для части бизнес-процессов, во всяком случае в краткосрочной перспективе. Но конфликт, как и кризис, продолжаются. Потому мы чувствуем обязанность напомнить и предупредить бизнес, который еще остается в Беларуси, о следующих факторах. Первое. Репрессии бизнеса продолжаются. Государственный рэкет был и остается одним из основных средств пополнения бюджета. И по мере сокращения кровавой базы силовики будут доить даже тех, кто чувствовал себя относительно спокойно и уверенно. Второе. Запрет на повышение цен. У бизнеса еще есть резервы и запас в виде завышенного курса рубля, чтобы продержаться первое время. Но никому не надо объяснять, чем это чревато в случае курсовых колебаний и роста цен на расходники и энергоресурсы. А повышение цен – это еще один повод для того, чтобы продолжать наполнять бизнесменами белорусские тюрьмы. Третье. Лукашенко продолжает открыто поддерживать войну России. Даже если он участвует косвенно, все равно это делает его полноценным соучастником агрессии. А это несет новые санкционные барьеры. Отказ в доступе к рынкам, банковскому обслуживанию, западным комплектующим. Новое усложнение логистики, а значит рост и сдержек, которые компенсировать повышением отпускных цен уже не получится. Четвертое. Зависимость от России все нарастает. Беларусь сейчас постепенно утрачивает возможность для самостоятельной налоговой политики. Россия получает доступ к данным белорусских налоговых резидентов. А значит можно дополнительно регулировать тех, кто переориентировался на российский рынок или захватывать их предприятия и рынки. Пятое. Угроза скрытой мобилизации вполне реальна. Причем в этот раз повестки могут получить наиболее ценные специализированные кадры. Инженеры, водители, техники, строители. Всем очевидно, насколько выдергивание из рабочего процесса нескольких профессионалов может ослабить все производство. К чему мы призываем? Мы не хотим, чтобы все уехали. Иначе это будет равносильно тому, чтобы отдать страну и бизнес тем, кто ее не строили и кто ее не ценит. Но мы просим тех, кто остается еще раз оценить риски. Мы уверены, они очень высоки. Решать, конечно, только вам. Но мы рекомендуем вам следующее. Тем, кто намерен оставаться, пожалуйста, подумайте над тем, насколько оправдан риск вашего нахождения в Беларуси. Если это не только прибыль, но и забота о людях, благотворительность, социальная нагрузка, и вы уверены, что сможете все потянуть, то ваше решение мы только поддержим. Если же у вас есть сомнения в устойчивости вашего бизнеса и ваша безопасность под вопросом, то прислушайтесь, пожалуйста, к следующим советам. Пока есть возможность получить визы, сделайте это. Пока работает программа «Полон бизнес Харбор». Она дает возможность открыть бизнес Польши непроблематично и недорого. Релацируйтесь хотя бы частично, чтобы в критический момент было куда выехать и чем заниматься. Если есть какие-то вопросы, обращайтесь к нам. Представители ЕС и США уже поддерживают белорусский бизнес за рубежом. Мы же работаем над тем, чтобы эта поддержка оставалась силе и далее. Вместе мы переживем эти сложные времена и вернемся в Беларусь еще более сильные, с новым опытом, знаниями и ресурсами. Продолжение следует...